МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И если тротуары коммунальщики еще более или менее чистят, то детские площадки остаются абсолютно нетронутыми. Детям к любимым качелям приходится пробираться по сугробам. Конечно, это не очень хорошо, но я думаю, что коммунальщики работают. Думаете, что еще почистят, успеют? Ну, до следующего снегопада, наверное, почистят. Будем надеяться. Тут одетки все-таки лазают, промокают. Конечно, нужно чистить. Еще хуже дела обстоят с детскими и спортивными площадками. В новых микрорайонах к ним просто не подобраться. Чтобы подойти к игровым элементам, даже пришлось одеть настоящие зимние сапоги. Не чистят здесь и тротуары, и придомовые дороги. Ситуальные службы у нас готовы. С июня месяца, как сказали. Только ничего не чищено. Все время грязные улицы, не проехать на машине, не выехать. Все время бугры возле машин. Это ужасно. К супругу по колено. Ситуация на дорогах города пока не критичная. Пробки не возникают, но проезжую часть нельзя назвать чистой. Да и уборочной техники не столько, сколько хотелось бы видеть автомобилистам. Недостаточно чистят, конечно. У нас на Олимпийской вообще не чистят. Поэтому недостаточно работают коммунальные хи. То есть очищены только, как автомобилист, можно сказать, дороги вообще не почищены. По прогнозам синоптиков, погода будет только ухудшаться. Ожидается резкое похолодание и ледяной дождь. Поэтому особенно аккуратными и внимательными стоит быть и пешеходам, и автомобилистам. По городу дежурили. Юлия Погосян, Олег Левитин, Видное ТВ.